В Шадринске выявили сильнейшего школьника. В стенах спортивного комплекса «Олимп» прошло профориентационное мероприятие, направленное на привлечение выпускников девятых классов для поступления в Зауральский колледж физической культуры и здоровья. В своем приветственном слове к участникам заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Бякова отметила, что участие в подобных соревнованиях – это заявка на активную жизненную позицию. Участие в состязаниях приняли 7 юношей и 7 девушек из школ номер 4, номер 8, номер 20, номер 10, лицея номер 1 и спортивной школы-интерната Зауральского колледжа физической культуры и здоровья. Им предстояло выполнить ряд упражнений из комплекса ГТО – сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа и прыжок в длину с места. Самое сложное – это, наверное, была растяжка, получается, вниз и отжимание. А самое легкое – это, наверное, пресс и прыжки. Я относился к этому с тягой, к этому я, наоборот, согласился сразу, как меня позвали. Это честь выступать за мою школу. Вторым заданием для участников стал комплекс «Силовой экстрим», который включал в себя челночный бег, прыжки на скакалке, прыжки на месте и приседания с мячом. Колледж всегда поддерживает занятия физической культурой и развитие спорта в школах, поэтому рад видеть в своих стенах увлеченных ребят. После рассылки положений буквально сразу же на следующий день уже начали поступать заявки, то есть отобряли участие, отнеслись к этому положительно, позитивно и результат налицо. То есть уже по количеству участников, по количеству болельщиков на трибунах мы уже видим, что они очень хорошо отнеслись к нашей идее. По результатам испытаний самым сильным среди юношей стал Максим Сухих из школы номер 4, на втором месте Кирилл Рыжков из спортивной школы-интерната, Артем Матвийчук из школы номер 10, третий. Самой сильной девушкой была названа Шаги Ахметова Амина из лицея номер 1, второе и третье место у девушек из школы номер 10 Софии Шининой и Елизаветы Будалиной соответственно.